Еще один метод применения свободного десниного трансплантата, депитализированного, в условиях увеличения объема десни по высоте в области имплантатов. Это исходная клиническая картина, сейчас я вас верну. Здесь была у пациента травма, по которой когда-то были утрачены два передних резца, а потом повторная травма, случилось так, что ему пришлось удалять и боковые резцы. Обратите внимание, уже первично есть утрата высоты мягкотканного комплекса, особенно во втором секторе. Корни были удалены, установлены четыре имплантата. Это не моя имплантация, не моя ортопедия, я сделала только уже постфактум объем. Установлены имплантаты. Вот это все, чтобы у него все имплантаты интегрировались, у него все в порядке, мульти-иониты. И вот такая вот картина. Обратите внимание на дефект по высоте. Пациент очень, несмотря на то, что он вообще боксер, он очень эстетически такой с претензией большой. И очень акцентирован на своей внешности. И сказал, что это категорически не подходит. Вот это решение с розовой десной, что такие клинические коронки высокие, он вообще недопустимо. А у него еще такие, как бы, не очень высокие, на самом деле, уже подстертые клыки свои собственные, которые не позволяют перекрывать ортопедию, где можно было бы немножко нивелировать этот эффект высоких клинических коронок. То есть, видите, ситуация просто ортопедия и ничего не трогать. Вот он решил, что ему надо увеличить время мягких тканей. Ну, решил, значит, решил. Обратите внимание, да, истонченные вот эти вот межинплантные пространства не очень хорошего качества. Бесна, особенно... А можно мне какую-нибудь указку? О, рукой покажу, как не видится. Вот. Я бы даже сказала, они немножко такие цианатичные, то есть, их структура такая неплотная, нерозовая, как вот в области соединения сосочка между зубом и имплантатом, как с одной и с другой стороны, или вот здесь, где есть пространство. Конечно, на мой взгляд, я бы не ставила здесь четыре имплантата. Я бы обошлась двумя, и вообще, как бы, не однозначно, потому что поставить вот имплантаты таким образом, хоть они тут и по шаблону, и по цифре все делали, чтобы вот это бежинплантное расстояние было, ну, идеальным, наверное, возможно, но это не случилось в данной ситуации. Естественно, отсюда и вышла проблема не только высоты, но и утраченных межзубных сосочков между имплантатами. Это мы убрали мультианитом. К сожалению, ход операции я вам показать не могу. У нас там случилась техническая неполадка, мы смогли его снять, мы только зафиксировали. Спасибо. Уже результат, который получился. Здесь новые коронки, которые были установлены сразу, как только мы прооперировали, их подогнали, убрали излишки пластмассы, которые были на предыдущих у него временных коронках. И обратите внимание, уже теперь уровень клыка, вот здесь, он уже начинает быть похожим на что-то, то есть вот эту высоту мы начали перемещать. Здесь был использован метод тоннеля с корональным смещением совместно. То есть мы коронально смещались, композитные швы были перемещены сюда коронально, и там было использовано два трансплантата с обеих сторон. Это снятие швов. И вот мы начали потихонечку расти. Вот как он растет. Я оставила, естественно, эпителиальные астрофемы, для того, чтобы, да, то, что приживалось. Вот этот ортопедия, ушел отек, это нормально, это полтора месяца. И появился наш трансплантат из-под вискута. И сюда он начал прорастать, вот в эти вот все пространства освобожденные. Но тут самое главное, ортопеду, на мой ортопед был очень ориентированный ученик, и он не сдался на все предложения пациента быстро закрыть, залить там эти пространства, освободившиеся. Он стойко удержался, и, в общем, мы были вознаграждены. Пациент тоже набрался терпения. И мы получили вот такой результат. Ну, здесь, да, видно, что теперь уровень зенита кулка с одной и другой стороны соответствует уровню зенита первых листов центральных. И почти 6 миллиметров вырос трансплантат, вот здесь. Это 3 месяца. А это спустя год. Пациент неугомонный. Он приехал на вторую операцию. Теперь он от меня хочет, чтобы был такой, ну, я уже все это сделала, его уже запротезировали. Такой же сосочек, как с этой стороны, чтобы ему сделали с другой. Знаете, у меня есть такие женщины, которые начинают делать пластические операции, входят во вкус. Вот этот мужчина, он произвел такое же впечатление. Ему уже и доктор его говорит, ну, Юра, мы вот получили то, что вы хотели, убрали эту высоту клиническую такую большую. Давайте уже как-то протезироваться. Нет, в общем, мы провели вторую операцию. И вот, что мы сделали. Мы заглушили, потому что очень тоненькая была вот здесь вот. Вот здесь вот очень тонко такой были петели. Тоненькие-тоненькие межимплантное пространство, которое Десной было выполнено. И мы решили улучшить результат таким образом. Мы заглушили два центральных имплантата. И также тоннелем, смещенным в кранальную сторону, прооперировали опять забором трансплантата его. И вот таким вот образом получили вот такой объем. То есть полностью у нас на заглушках вот так восстановилась Десна. Ну и тут я уже сказала, что нечего больше мотаться из острыха, не сюда. Уже ортопед, он просто подвернутым лоскутом раскрыл эти имплантаты, да, и дальше еще немножко подвернул и создал сосочек. То есть наша задача вот вторичная, она была вырастить еще до ткани. И опять мы использовали ту же методику, да, с этими эпителиальными островками, чтобы улучшить еще качество ткани и переимплантные зоны. И мне вот кажется, можно было бы и так протезировать на этих двух имплантах. Вот. Это было гораздо издевательнее. Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует...